Доброе утро, девочки мои! Что у нас сегодня с погодой? Окно пока не открываю. На улице 12 градусов. Но небо ясное. Солнечная погода будет. До 14 не жарко. И, в общем-то, ветерочек такой, я смотрю, дует. Приличненький такой ветерочек. Надо одеваться. Шапку надевать. Всё уже нужно надевать. А ко мне уже Настя пришла. Пока мы скоро на тренировку отправимся. Ещё раз доброе утро, девочки мои! Мы пока с Настей потихонечку собираемся на тренировку. Я хочу вам сказать, что мы потихонечку на досуге учим стихотворение. Чьё? Александр Сергеевич Пушкин «Лукоморье» Ну, «Лукоморье» так назовём. Вот. Ну, мы учим по частям. И вот уже, ну, больше половины, в общем, мы практически выучили. Хотя в школе не задавали ещё это стихотворение. Это всё ещё впереди. Да, Настя говорит, во втором классе, может быть, зададут. Ну, нам, чтобы было, чем время коротать. Я думаю, что ничего страшного, если будет даже хорошо, если мы выучим его заранее. Да? Ну, давай, вот сколько ты запомнила, расскажи. Потом я тебе с подсказочками, может быть, чуть-чуть буду подсказывать. У «Лукоморья» дуб зелёный, золотая цепь на дубе дом. Том. Том. Там днём и днём, и ночью кот учёный всё ходит по цепи кругом. Идёт направо, песню заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леши бродят, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол видений полный. Там о заре прихлынут волны. На брег песчаный и пустой И тридцать Витязей прекрасных Выходит. Подожди, я там сама забыла. И тридцать Витязей прекрасных Чередой Чередой Извод Выходит ясный. Ну вот этот кусочек мы сейчас учим пока, а потом вторую часть будем учить. Ну уже какие хорошие сдвиги есть. Я вам хочу сказать, что я, конечно, в школе, как и все, учила это стихотворение, но я его сама забыла. Первое там четверостишь я где-то помнила, а остальное забыла. Ну сейчас вот тоже как-то вспоминаю. В общем, закрепим эту часть, потом будем уже вторую часть учить и, в общем, выучим. Все будет хорошо. А сейчас мы собираемся и... Идем на тренировку. На тренировку. Ура! Не ура. Не ура. Все, вышли мы, девочки. А я сейчас бабушки про животных рассказываю. Когда мы какой-то корм покупали, то вот там же есть в магазине, а есть, ну, оделся с животными тоже. И там один раз, вот, когда там был попуг... Там была... Оделся попугаями, то я вот так попугая... Знаешь, вот так на клетку вот так делала, а он пытался типа клетку открыть, типа они хотели выбраться. А я вот так вот, знаешь, где, знаете, вот так вот просто... На клетку бралась, а он подбегал, пробовал, ну, знаешь, вот так вот клевать, подклевывать. Но он был такой синенький, а хвостик у него половинка зелененькая и белая, а сам он синий. Апишка. В общем, понятно, девочки, погодка ничего так. Ветерочек, правда, дует, но без него как же. А вообще так... Хорошо, солнечно, да? Ну, вроде бы так еще несколько деньков тепленьких, потом что-то обещают похолодание. Ну, будем наслаждаться хорошей погодей, радоваться жизни. Да, Настюля? Все, телепкаем на тренировочку. Все, девочки, Настю я оставила на тренировке, вышла пройтись. Кстати, шапочку сняла, потому что на солнышке прям чуть-чуть постояла и припекает немножко. Хотя ветер дует холодный. Вот. А я сейчас иду в Центербанк. Центербанк. Все время забываю, как он правильно называется. Короче говоря, Насте выдали в школе проездной ученика. Такая же карточка, пластиковая, как и у меня. Как у меня пенсионная, ну, социальная карточка. Что это на голове такое? Вот. Надо пополнить счет. И вот я сейчас иду туда пополнить свой счет. И заодно Насте на карточку тоже денежку положим. Посмотрим, как она работает. Проверим эту карточку. Вот. Так что, постояла чуть-чуть на остановке. Но тут, в принципе, три остановочки идти. Погода хорошая. Думаю, прогуляюсь, пройдусь. Понад дорогой идти не стало. Там солнечно. Ну, там машины ездят. Очень громко говорить приходится, чтобы слышали. Вот. Я решила пройтись по тенючку. У нас еще прямо хорошо. Я смотрю. Я смотрю, зеленая травка. И много еще зеленых деревьев. Хотя сегодня я так вот смотрела по новостям. Где-то еще зеленые листики. Но уже покрылись. Здесь обледенели, можно сказать. Покрылись синим. Ну, вот у нас тоже будет скоро. Ой, смотрите, как красиво. Цветулечки. Цветулечки, цветочечки. Скоро и у нас будет холодно. Ну, осень настоящая, говорят, приближается. Уже на следующей неделе. Я посмотрела. Вроде первые дни недели еще будет тепло. А потом, хоп, и резко похолодает. И ночью уже будет завтра. Но на следующей неделе. По-моему, четверг. Уже будет плюс два ночи вообще. Вот. Так что такие дела. Я Насте говорю, давай пока хорошая погода. Еще насладимся, погуляем. Я из тренировки заберу. И направимся мы сегодня, наверное, на детскую площадку. Вот. И погуляем там. Заодно маму с работы подождем. В общем, все. Все вот как-то так. Солнечная, что-то замечательная погода. Я еще смотрю, цветочки растут. Нас еще радуют. Цветики. Видите? Синицветики. На клумбочках. Да? Классно? Классно. Идем и радуемся жизни. Все-таки люблю я вот зелень, природу. Особенно, когда знаю, что вот это уже скоро все станет у нас серым, потом белым, холодным и так далее. Поэтому. О, смотри, тут площадочка неплохая такая. Можно и здесь даже. Ну, вообще нет. Ладно. Я думаю, может быть, сейчас какую-нибудь площадочку еще увижу. Что-то мне кто-то пишет. Может, на другую площадку пойдем. Ну, я уже маме сказала, где мы, в принципе, будем гулять с Настей. Хотела подъехать на автобусе. Не люблю вот эти вот километры наматывать. Хоть мне и советуете ходить побольше, почаще, девочки. Уже не могу я побольше ходить. Я просто уже знаю свои силы, возможности. Поэтому я рассчитываю. Ну, я так думаю, что пройтись сейчас туда, до банкомата, я силы найду. И обратно тоже. Не так уж далеко. Вот. Потом я сильно много ходила. Что ж такое, я не могу понять. Я то закрою, то открою. Мне то жарко, то ветер прям холодный такой, пронизывающий дует. Не хочется заболеть. В моем возрасте надо уже беречься. Да, да. Вот. Кстати, как вам стихотворение, которое мы с Настей учим? Мы еще, видите, какую-то часть вы учили, но чуть больше половины. Ну, так, по кусочкам, по кусочкам будем складывать. Оно немножечко тяжеловато для ребенка заходит, потому что там есть такие слова, которые она еще не употребляла никогда. Да, например, неведомые дорожки, невиданные звери. Я ей все это объясняла. Лес и дол, дол, долина. Ну, в общем, такие вот словечки я ей объясняла. И потом там вот видений полных. Видений полных. Слово видений. Я говорю, считай, что это привидение. Я уже подсказываю так вот привидение. Видение. Лес и дол. Дол, долина. Объясняю. Я думаю, что каждому человеку полезно хоть одно стихотворение Пушкина. Знать, тем более, что в мои времена, конечно, мы проходили. А вот мне интересно, какие уже, в каких годах уже не проходили Пушкина. Было такое или все время проходили? Ну, по крайней мере, вот это стихотворение. Глукоморье. Я думаю, многие его знают. Так что напишите в комментариях. Буду знать. Будет интересно. Я полпути уже прошла. Ну, еще осталось. Меньше двух остановок. Полторы где-то пройти. А ничего. С удовольствием пройдусь. По такой прекрасной погоде. Смотрите, небо какое голубое-голубое. Чистое. Классно. Балуют нас. Балуют. Ну, по крайней мере, уже вот середина осени. Кстати, сегодня, сегодня что у нас, суббота, 15-е, 15-е, нет, сегодня 16-е, да, или 15-е. В общем, батареи должны уже вот-вот затопить. Но утром я трогала их, они еще не затопили пока. Ну, может быть, потому что у нас еще тепло. Но и в крайнем случае, я думаю, понедельник уже должно наверняка затопить. Вот, и будет у нас тепло. А пока что я немножечко обогреваюсь. Сплит на обогрев включаю. Вот красивая вот эта вот раскидистая кустик. Мне так нравится. Все время забываю, как он называется, вот этот кустик. Вот так вот иду потихоньку, не спеша прогуливаюсь. Лучше прогуляться, чем сидеть. Полтора часа сегодня тренировка у Насти. Чем просто сидеть в раздевалке и ждать. У меня появился повод прогуляться. Пройтись по воздуху. Сегодня суббота. Я смотрю, машины снуют туда-сюда. Вот эта остановка, на которой бы я вышла. Вот эта вот арка Вересаева. И вон там видно зелено-желтый банк «Центр инвесторов». Там банкомат на улице, возле входа. Ну вот тут вот платежный терминал. Там у нас... Только вот единственное место, к сожалению, в онлайне никак не положишь. Так, социальная карта пенсионеров. Вот ее надо сюда приложить. Платежи временно не принимаются. Вот елки-палки. Не повезло мне, девочки, сегодня с пополнением счета. Один-единственный терминал на весь наш район. И он не работает временно. Вот. И зато я узнала... Увидела свою... Встретила свою невестку Наташу. Так что я карточку отдала Насте. Она пополнит. Когда будет терминал работать. Ну, а я пешим-пешим топаю назад. Прогуляюсь пешочком тоже обратно. Смотрите, какая красота. Солнышко освечивает. Вообще райончик хороший, новый райончик такой. Правда, в глаза солнце светит. Но все равно, тем не менее, пройтись, посмотреть на вот такую красоту. Порадоваться солнышку еще. Я шапку опять натянула, девчата, потому что уши замерзли. Даже как-то неожиданно. Так, а тут что? Люди вещи. Наверное, кто-то заселяется. Или что за вещи тут какие-то. Вот. Короче говоря, замерзли ушки. Несмотря... Видите, такая обманчивая погода. Несмотря на такую замечательную погоду, а все-таки холодно, все-таки надо как-то укрываться. Натянула шапку и опять. Так, ну все, телепкаю обратно. Шла-шла, решила зайти в пятерочку. Хочу взять водичку, булочку. Посмотрю еще, может, что-нибудь по мелочи. Хочу взять несколько бананчиков. Что-то в последнее время либо бананов нету, либо они вообще зелененькие. Сейчас надо найти, что-нибудь поспелее. Так, шла-шла, пить захотела. Вот, возьму водичку негазированную, пилигрим за 19 рублей, 20 рублей. Так, ну что, взять какие-нибудь булочки, что-нибудь или слоечки, что-нибудь такое взять. Все, зашла, девочки, пятерочки. Купила нам по булочке с начинкой. С Настей бананы взяла. Потому что сейчас я ее заберу. У нее уже через полчасика тренировка заканчивается. И мы пойдем на детскую площадку. Маму ждать, встречать. И перекусим заодно. А то Настя ж может проголодаться. Я ей булочку дам. Она всегда у меня слышит. А что, у тебя есть что-нибудь вкусненькое, бабушка? Я все время стараюсь, чтобы у меня что-нибудь для ребенка было вкусненькое. Ну, вкусненькое в смысле не обязательно прям конфеты. Ну, фрукты, может быть, там, не знаю, печенька, булочка, что-нибудь. Что-нибудь. Какой мой перекусик. Вот. Ух, девочки, такая странная погода. Я иду, то застегнусь, то расстегнусь. Уже и шапку снимала, одевала. Ветер холодный дует. Вот сейчас подух, и надо чуть прикрыться. Перестает ветер дуть, становится очень жарко. И я аж мокрая-то уже, честно. Не могу понять вообще. Вот. Ладно, я уже приближаюсь, собственно говоря. Осталось только тут дорогу перейти, и все. Так что я пойду в раздевалке, сяду, отдохну пока. Настя сейчас закончит тренировку. Потом продолжим. Сегодня у меня такое видео. Знаете, я, честно говоря, даже как-то неожиданно для себя включила камеру. Потому что вообще не думала, не планировала ничего снимать. Просто так уже утром подумала, думаю, так, как нам сегодня с Настей день провести. При том, что у нее тренировка сегодня. Обычно я привозила ее. Тренировка длинная. Ну, то есть там две тренировки. И забирала ее уже мама. Вот. Или папа. Кто может. Вот. А сегодня тренировка одна. И она не длинная. И она как раз в такое время, что забирать мне. Оттуда-сюда ехать домой, потом сразу же обратно. Смысла нет. Ну, при том, что такая погодка хорошенькая. А что б не прогуляться. А раз прогуляться... А тем более еще я задумала на площадку пойти. Настя еще не говорила. Вот. Думаю, надо же камеру включить. Чего-нибудь поснимать. О чем-нибудь поболтать с вами, девчата. Вот. Так что приближаюсь. Я сейчас... Там еще один ларечек я видела. Как раз рядом с остановкой. Овощи, фрукты продают. Что-нибудь рекуплю. Я что-то смотрю шапку. Я натянула как. Не знаю как. В общем, как-то... Как-то она у меня там на голове сидит. Голосы торчат. Ну, пусть торчат. Подумаешь. Да? Фух, пришла в раздевалку. Хоть разделась чуть-чуть. Мокрая вся, девочки. Вот вроде вот не поймешь, да? Как надевать. В общем, осталось чуть-чуть до конца тренировки. Я как раз остыну. И пойдем с Настей гулять. Посмотрим. Чуть-чуть. Наши там девчонки. Ну, вон она, Настюха. Вот она любит колесо делать все время. Занимаются девочки. Тут еще, я смотрю, тренажерный зал есть. Взрослые тут занимаются, видимо. Все, мы с Настей вышли с тренировки. Сейчас вот там пойдем на пешеходном переходе, дорогу перейдем. И пойдем на детскую площадку. Я тебе говорила, Настя, да? Что мы пойдем на детскую площадку. И будем ждать маму. Как раз часик погуляем, мама придет. И все. И вы пойдете домой, а я пойду тоже домой поеду. Погода пока хорошая. Покушали мы с Настей булочку. Булочки. Настя свою, я свою. Перекусили чуть-чуть. Так что не голодные уже. Это хорошо. А у меня, Настя, еще есть банан. Если захочешь, дам тебе банан. Так, а пешеходный? А, пешеходный перенесли. А я думаю, что-то он был ближе. Пешеходный знак. А его сюда вот перенесли. Ладненько. Ладненько. Все, пришли мы на эту детскую площадку. Настя очень надеялась, что будет подружка ее дома. Стукнула к ней. А дома подружки нету. Ну, выходной сегодня. Может, поэтому и нету. Так что Настя сейчас одна. Пытается дозвониться к подружке. Спросить, где она. На солнышке тепло. Настя, Ля, катаются. Пока маму ждем. Хорошо. Здесь затишье. Ветра нету вообще. Я даже шапку опять сняла. Не поймешь. Удевать или снимать. Все, девочки. Сын меня как раз подвез. Он нас с Настей забрал. И забрал Наташу. И подвез нас всех. Поехал на работу. Это у него пока был пыльчик. А меня прям сюда. Решила к Ларьку подойти. Суббота, воскресенье. Я выходная. Из дома, в общем-то, не планирую особо выходить. Сейчас посмотрим, что купить. Так, помидорчики, огурчики. Вот эти по 100 рублей. А вот эти 200. По 50 рублей вот такие. Вот на томат можно взять, кстати. Так, баклажаны, кабачки. Сейчас, наверное, что-нибудь возьму. Может быть, овощную рагу сделаю. Точно. Давно не делала овощную рагу. И каких-нибудь фруктов. Виноградные. Все, девочки. Я пришла домой. Набрала овощей. Недорого. Помидоры взяла. Они кондиция. Ну, вот они немножечко. Тут чуть-чуть вот такие вот. По 30 рублей. Взяла по 100 рублей. Это баклажаны. Хорошие. И кабачки хорошие. В общем, перец болгарский по 100 рублей. Киш-миш без косточек. 150 стоит. А зелень весовая. Но я что-то не спросила, сколько стоит. Немножко взяла зелени. Короче говоря, ну, так как уже овощи заканчиваются, решила сделать я овощную рагу. Или, может быть, в сотейнике сделаю типа икру. Но это то же самое. Только овощную рагу будет с бульончиком. А икра без бульончиков. Посмотрим. Пока что я хочу отдохнуть. Все, девочки. Я решила нарезать. Не стала я это снимать. Кабачки, баклажаны, болгарский перец, помидоры и лук. И пускай это все тушится. Ну, типа икры будет что-то. Все, посолить, поперчить. Лавровый листик еще добавить. И пусть тушится, пока все мягкое не станет. Крышкой закрывать не буду, чтобы вот эта испарилась лишняя влага. И все. О, я поймала закат. Что-то так не очень хорошо. Наверное, вот так через стекло. 25 минут шестого, а солнышко уже садится. Все, вечереет уже. Вот такие дела. У меня уже икра почти готова. Скоро буду кушать. Девочки, самый лучший гарнир. Это вот это, вот овощное. Ну, это даже не овощное рагу. Это больше икра. Вот, и с сосисками. Больше сегодня ничего не готовила. Поэтому покушаю это. На этом я хочу с вами, девочки, попрощаться. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайте, пишите комментарии. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok